В данной главе приступаем к изучению материалов. На данный момент мы уже знаем, как работать с интерфейсом Blender, как изменять внешний вид объектов. Поговорили об их режимах, модификаторах и самых основных базовых настройках. А теперь же необходимо разобраться с таким понятием, как материал. Для этого я сразу забегу немножко вперед. Я вам расскажу о том, что такое мир и его освещение. Также мы поговорим о камере, вот данные объекты, о том, как она производит рендер, потому как без освещения мира, без источника света, без камеры сложно объяснять, что такое материал. Итак, первым делом здесь вверху, видите, у меня здесь отмечено Cycles Render. У вас, скорее всего, стоит вот так сейчас Blender Render. Вы измените данный параметр на Cycles, а в главе про рендеры я вам расскажу, почему мы используем именно данный тип рендера, а не тот, что указан по умолчанию. Также я вот перешел на вкладку мира, такая иконка планеты. И здесь, видите, у меня есть цвет такой темно-серый. Установите его поярче, ну, примерно вот так на серединку. И теперь вот наша камера, она находится. Чтобы увидеть, что видит данная камера, достаточно нажать на нам под клавиатуре 0. Я нажимаю, и вот появляется такая рамочка. Оранжевая она у меня, потому что камера уже выделена. И вот все, что входит в область данной рамки, будет видно на финальном рендере. Рендер — это построение изображения по заданным нами параметрам. Сейчас у нас в сцене присутствует только куб, который попадает в область видимости камеры. И больше ничего нет. Но все вот это, что находится за пределами куба, это как раз и есть наш мир. И мы для него установили вот такой цвет. Здесь также у меня свернуто меню превью. Его можно развернуть. Здесь будет отображаться ваш мир. И чтобы сделать рендер, необходимо нажать на клавиатуре F12, либо же на вкладке рендера нажать данную клавишу Render. Я практически всегда использую горячую клавишу F12. И вот у нас окно 3D-вида изменилось на UV Image Editor. И здесь у нас сейчас появилось изображение. Наш серый мир и точно такой же серый куб. По умолчанию все объекты в Blender серого цвета. И сейчас мы теперь будем пробовать изменять внешний вид данного куба. С помощью клавиши SK можно вернуться обратно в окно 3D-вида. Итак, где находится настройка материалов? Как и для всего остального в Blender есть специальная вкладка. Вот она находится. Это вкладка материалов. Здесь нам необходимо перед тем, как начать использовать материалы, отметить данную клавишу Use Nodes. О ней мы как раз и будем разговаривать, точнее о них, о нодах в следующем уроке. Но в этом уроке обойдемся пока без них. И также развернем меню Preview. Здесь у нас сейчас выбрана сфера. Мы здесь можем изменить на куб, например. Также выбрать Сюзанну. И здесь вы видите предварительный просмотр. Здесь, правда, немного по-другому настроен свет. Сейчас, как видите, на обезьянку падает вот так свет. И здесь справа получается вот такая тень. Точно так же с кубом. То есть данное Preview немного отличается от нашего результата. Мы когда выполняем рендер, у нас нет никакой тени, у нас данная грань не затемнена, как здесь. Но в любом случае, для предварительной настройки материалов данное окошко отлично подходит. И первое, что мы можем сделать, это изменить цвет любого объекта. Здесь в меню Surface, Color у нас установлен белый. Мы можем изменить на зеленый цвет. Здесь в окне Preview видим результат. И теперь, когда мы производим рендер, наш куб уже не серый, а зеленый. Таким образом, самая простая функция, изменение цвета материала. На вкладке материалов изменяем Color. Вот и все. Теперь поговорим об этом параметре Surface. Сейчас здесь написано Diffuse. И наш куб на данный момент поглощает свет. То есть он не прозрачен, не отражается. Он просто поглощает свет. И, соответственно, при попадании света на данный куб, он зеленый. В компьютерной графике существует такое понятие шейдера. Шейдер отвечает за то, как выглядит ваш объект. То есть как он взаимодействует со светом. Проходят сквозь него лучи или нет. Также с помощью шейдеров мы можем даже создавать иллюзию объемных объектов. Хотя в реальности сам объект может быть абсолютно плоским. Почитать, что такое шейдер, более подробно вы сможете в интернете. На той же Википедии там, в принципе, короткая статья, из которой должно быть понятно, что такое шейдер. И вот данный Diffuse, это как раз здесь мы можем изменять тип шейдера. Сейчас наш куб выглядит вот так. Это стандартный шейдер. Мы можем изменить его на Glossy. И теперь мы видим, наш куб стал отражать все, что вокруг него. Здесь в окне превью есть такая плоскость с квадратиками. И мы видим, как отражаются данные объекты на нашем кубе. Также здесь появилась дополнительная настройка у данного шейдера, шерховастость. Мы можем ее регулировать. Не видеть результат. Также нажмем F12. Здесь у нас ничего не отражается. То есть шерховастость у нас добавилась по сравнению с шейдером Diffuse. Но никаких отражений на объекте не происходит, так как в нашей сцене, кроме куба, ничего нет. Если я добавлю сейчас в сцену плоскость, увеличу ее и немного опущу вниз. Теперь мы делаем рендер. И мы видим, что плоскость отражается на нашем кубе. Также появилась тень. Тень у нас идет, получается, падает слева. Почему? Потому что справа здесь у нас установлен источник света. Об этом тоже мы поговорим позже. Пока только материал. Таким образом, изменяя тип шейдера, его цвет, мы уже можем изменять внешний вид наших объектов. Вот, например, шейдер глаз, стекло. Здесь индекс преломления. Вот он. Его также шерховастость. Вот так выглядит сейчас куб. Если переключиться на обезьянку, вид будет вот такой. Здесь выполним рендер. Куб наш выглядит сейчас так. Давайте уберем плоскость. Но с помощью простой смены шейдеров и изменения цвета каких-то серьезных сложных материалов настроить не получится. И для того, чтобы в блендер работать с более сложными материалами, в частности, с помощью Cycles Render, используются так называемые ноды. Для них есть прям отдельное окно, и там производится настройка более сложных материалов, где смешиваются различные шейдеры, подключаются различные входные параметры и так далее. И вот в следующем уроке мы как раз перейдем к рассмотрению данных нодов.